Все время мне хочется как-то начать иначе свой ролик и ничего нет мудрее, чем здравствуйте дорогие друзья. Сегодня мне хочется поговорить с вами более доверительно и осознанно. И разговор пойдет об энергиях или волнах. Закончился летний сезон. И те, кто привык всегда отдыхать или жить в расслабленном состоянии, практически не переключились на осенний сезон. А у тех, у кого уже больше ответственности, готовятся серьезно к зимнему времени года. И эту подготовку к зимнему периоду делают все по-разному. Но есть такая вам до боли известная фраза «золотая середина». И расслабленность хороша, и активация хороша. Поэтому в трехмерном мире существует день и ночь. А уже в тонких мирах этих полярных состояний нет. Поэтому сегодня мы поговорим об энергиях и о волнах, которые изменяются каждую секунду. Но пока-то мы с вами здесь, в физическом теле, живем в трехмерной реальности. А своими тонкими телами уже заикарились многие из вас и в четвертом, и в пятом, и в шестом, и дальше измерениях. Для чего заикарились? Для того, чтобы наполнять свою физическую форму более легкой энергией. Поэтому сегодня мы поговорим об энергиях и о волнах, которые изменяются каждую секунду, как пространственные, как сезонные, как общественные, как семейные, как индивидуальные. И это миллиарды наших состояний в течение одних суток. И мы можем при желании отслеживать эти изменения у себя. На нас влияет все. Да мы, в общем-то, и сами состоим из этих волн. И, по сути, можно сказать, мы синхронизируемся с низкочастотными, среднечастотными или высокочастотными волнами. Но главное не то, что мы это знаем, а главное, чтобы мы отслеживали, когда и в каких волнах мы сейчас находимся, на данный момент. Потому что от того, в каких волнах вы находитесь, происходят события в вашей жизни, и вы притягиваете соответствующие моменты, как в зеркале. Если вы агрессивны, значит, возможно, вы упадете. Или, возможно, вы притянете еще более ужасную ситуацию. Поэтому желательно сегодня внимательно отслеживать свои состояния. И сезонные осенние страхи перед суровой зимой уже по привычке массово разбухают и прежде всего влияют на наших близких и детей. Вот сегодня мы будем более внимательно рассматривать наши с вами защиты и как они работают против нас в это удивительное время перерождений и прихода на землю новых энергий. Защита или оборона – это более знакомое чувство сжатия или уплотнения, когда только в расслабленном состоянии можно жить более достойно. И вот в этом все путаются. Уважаемые друзья, очень часто слышу, что вот еще я недавно проверялся и врачи ничего у меня не нашли. А вот прошло там несколько месяцев или там год или чуть больше года и у меня обнаружили камни в почках. Так вот, дорогие друзья, это уплотнения. И они сейчас у вас образуются очень быстро. Вообще все процессы с нашим организмом происходят просто молниеносно. Наблюдайте, вы это все увидите. Но вернемся к тому, что на земле удивительное время перерождений и пришли на землю новые энергии. И у нас с вами идет защита даже от этих новых энергий. Это естественно, потому что они по сути разрушают нашу физическую форму. Потому что мы им противостоим через сжатие. Защита или оборона это до боли знакомое чувство сжатия и уплотнения. Когда только в расслабленном состоянии можно жить более достойно. О чем я говорю? О том, что ментальное тело мысли легко давлеет над чувствами. И еще более над физическим телом. Почему? Да потому что оно выше, тоньше. И ваше тело физическое умаляется при защитах и кажется ничтожным. И только когда вы выровняете значимость всех тел и начнете жить в балансе, привычка защищаться постепенно перейдет в доверие к мирозданию. Да, дорогие друзья, доверие это волшебное состояние. Да, дорогие друзья, доверие это волшебное состояние, позволяющее вам жить без страха и защиты. Без сворачивания, без сжатия, без накоплений и без жалости к себе. Еще можно добавить без обид. Сегодня важно признавать, что любая защита это уже быстрое утяжеление и дополнительная полнота и отечность тела физического. И тут прибавляются всевозможные активации разрушающих структур в вашу физическую оболочку. Или эфирную, или астральную. Эти процессы сегодня настолько, настолько ускорены, что мы не успеваем отслеживать то, что уже нас разрушает. Вот, конечно, я никого не хочу здесь пугать. И поэтому я предлагаю более глубоко начать понимать, как мы перемещаемся по волнам мироздания. И как быстро оказываемся в том или другом состоянии. Ну, понаблюдайте на море за птицами. Как птица, которая либо парит, либо летит против ветра. Понаблюдайте внимательно. Я о попутном ветре. О большем доверии к самому себе. О большем доверии к мирозданию. О большем доверии ко вселенной. О том, что жить по старинке уже опасно. О том, что можно сегодня просить элохим доверия и проницательности направлять и сопровождать вас на пути, на путях и дорогах. Это связь с мирозданием. И она сегодня бесценна. Конечно, каждый день и каждую минуту меняется наша система ценностей. Вот мы же с вами уже это сейчас чувствуем. То, что было для вас еще недавно так ценно и вы дорожили этим сегодня, не представляет никакой ценности. И рушатся старые стереотипы. Сама жизнь подвигает к выравниванию с божественным потоком. И когда жизнь идет на доверии и без сопротивления, которое вы можете просто убирать каждый день. И вот это-то сопротивление и создает блоки и утяжеления, которые желательно ежедневно превращать в свои достоинства. Иначе мы нагребаем быстрее, чем освобождаемся. А чтобы взгружаться на большие волны и естественно развиваться, надо стать легче. Поэтому и дается сейчас практика «Золотые соты». Кто не посмотрел эту практику, кто не применяет, обязательно вернитесь к ней и начните применять ее как можно чаще. Вы увидите, насколько это волшебная практика, которая мощно вычищает все блоки. Но у тех, кто в это освобождение верит и кто уже достаточно развит и визуализирует в активном творчестве. И чтобы ментальное тело не подавляло другие тела, необходимо перенести свое сознание в сердце. Одним словом, перестать быть умным. И смело занять в мироздании место мудрого. И на доверии также смело осваивать высокие волны мироздания. Веря в себя, в свои таланты и живя постоянно в активном творчестве. Без защит, без жалоб, без обид. Кто бы и что бы это ни было. Разрешая всем свой опыт, разрешая всем свой личный опыт, вы перестаете тянуть дополнительный и серьезно утяжеляющий груз мира иллюзии. Потому что рано или поздно вы увидите, что это было напрасно. Зачем золото в пустыне? Там ценность вода. Не переживайте ни за что. И ни за кого. Это просто трата времени. Доверяйте вселенной. Доверяйте любви. Доверяйте своему творчеству. Доверяйте земле и всем силам света. Свободно и стильно. Входите в зимний период. Если вы боитесь, если у вас есть такое состояние, что у вас не хватает энергии, представляйте себя постоянно в красном шаре, который движется вперед с каждым вашим шагом. Не бойтесь этого зимнего периода. Применяйте больше практик. И пусть золотые соты согревают вас в ваш зимний день. Смотрите чаще на небо. Говорите вселенной о своем доверии к ней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!